Уважаемый Юрий Александрович Коков, глава Кабардино-Балкарии, Ваше Высокопреосвященство, Владыка Феофилакт, дорогие владыки, отцы, братья, сестры, всех вас сердечно приветствую с историческим днем, потому что в центре этого дня историческое событие. Мы осветили в Нальчике, в столице Кабардино-Балкарии, замечательный собор в честь Марии Магдалины, небесной покровительницы Марии Темрюковны, жены государя Ивана IV, именуемого Грозным, великого правителя Руси, во время царствования которого и произошло это соединение наших народов, наших судьб, наших людей. Действительно, без малого полтысячелетия мы вместе, и ведь это были не искусственно созданные условия совместного проживания, мы вместе прошли через войны, через страдания, через голод, через потрясения, и мало какие другие народы, особенно на европейском континенте, за эти полтысячи лет имели столько потрясений, как народы, объединенные Русью, и среди них драгоценная жемчужина в этой короне совместной жизни и трудов народов Кабардино-Балкария. Я сегодня уже рассказывал Юрию Александровичу, как долгие десятилетия связан с Кабардино-Балкарией. Я не буду повторять эту историю, но скажу также, что одним из первых руководителей Кавказских республик, с которыми я не просто познакомился, а подружился, был Валерий Коков, человек, которого я искренне, по-человечески полюбил, позицию которого очень уважал и помню, как приветствовал я это решение закладки храма Святой Марии Магдалины в городе Нальчике. Я радуюсь тому, что Преосвященный Владыка Митрополит Феофан сегодня вместе с нами он возглавляет Казанскую Митрополию, но именно он вместе с господином Коковым в 2004 году заложил этот храм и сделал очень много для того, чтобы его построить, опираясь на очень доброжелательное отношение властей Кабардино-Балкарии, народа Кабардино-Балкарии, как православных, так и мусульман. И как результат сегодня мы имеем это замечательное событие. И героями этого события являются все жители Кабардино-Балкарии. Именно так я воспринимаю это замечательное историческое деяние строительства кафедрального собора в Нальчике. И потому, когда возник вопрос на чье приглашение из числа руководителей Северо-Кавказских республик в первую очередь откликнуться, то я недолго не думал то, что сегодня происходит в Кабардино-Балкарии на стыке межрелигиозных отношений является добрым примером и для Кавказа, и для всей России. Я хотел бы вас поблагодарить, Юрий Александрович, за тот очень важный вклад, который вы внесли как верный сын своего народа, правда, долгое время работавший на высоких должностях в столице, а затем вошедший в жизнь своего народа так эффективно. Благодарю вас сердечно. Моя благодарность также и владыке Феофилакту за ваши труды, за ваши добрые отношения как к православным, так и к неправославным жителям Кабардино-Балкарии, за вашу способность устанавливать добрые отношения и трудиться вместе. Собственно говоря, тема межрелигиозного мира сотрудничества является одной из самых важных для России, потому что Россия стала великим государством от Балтийского моря до Тихого океана только потому, что она сумела объединить те народы, которые вошли в ее состав. А в каком случае это возможно? Только в одном случае. Если в многонациональном государстве по национальному признаку нет людей первого и второго сорта, а все люди первого сорта, когда перед человеком любой национальности открываются возможности политической карьеры, бизнеса, активного участия в жизни своего народа и всей страны, и что может быть более замечательного, как этот исторический брак Ивана Грозного и Марии Темрюковной. Если царь принимает кавказскую женщину и она становится для него самым родным существом, что может быть более ярким выражением межнационального согласия, мира и уважения между народами? Мы знаем, что сегодня не всем в мире понутру вот это наша межнациональная гармония. И употребляются силы значительные, чтобы радикализировать какие-то религиозные или национальные группы, заставить их посмотреть на своих братьев с позиции силы, попытаться создавать некие группы солидарности, чтобы побеждать других, чтобы завоевывать, отвоевывать у своего народа больше, чем нужно иметь и можно иметь. Мы знаем, что нагнетаются такие настроения и в нашем отечестве. И вот здесь историческая традиция нашего многонационального народа. Добрые отношения в первую очередь православных и мусульман, но не только, а всех традиционных религий России должны быть залогом мирной, спокойной и процветающей жизни. И я с особым чувством произношу эти слова здесь, в Нальчике, обращаясь к православным моим братьям и сестрам, которые молились в этом соборе, а также и к мусульманам, и ко всем другим братьям и сестрам, наша сила в нашем единстве. И, наверное, кто-нибудь скажет, а ведь для того, чтобы быть едиными, надо иметь что-то общее, а у нас вроде как разные веры. Так вот, отвечу вопрошающим и сомневающимся. По воле Божией у нас общие нравственные ценности, которые восходят вот к тем десяти заповедям, которые Бог дал Моисею на Синайской горе. И вся этика наших народов, законодательство, которое на основе этой этики сформировалось, восходит к тем божественным заповедям. Мы знаем, какие огромные силы сегодня употребляются для того, чтобы в первую очередь христиан оторвать от того автентичного понимания божественного нравственного закона. И мы знаем, какая катастрофа происходит в Западной Европе и вообще в богатом американо-европейском мире, когда многие христиане забывают о своих корнях, как бы переосмысляют основы нравственности, а на самом деле оправдывают грех не только в своей как бы общине, но и поддерживая безусловно греховные законы, которыми оправдывается грех. Ничего такого не происходит в нашей стране, потому что и православные мусульмане не готовы жить по законам, которые расходятся с волей Божией и с божественным нравственным законом. Вот это наша основа. Вот поэтому у нас есть фундамент для построения совместной жизни. Сегодня мы празднуем особый день, мы вспоминаем святых равноапостольных жен мироносец. Мироносецы, потому что они принесли благоуханное мира ко гробу Спасителя и первыми увидели, что отвален камень от гробовой пещеры и нету умершего Иисуса во гробе. Они первые услышали весть ангела, что он воскрес и предваряет их Галилея. И вот эти женщины, которые не убоялись Пилата, не убоялись римских, грозных воинов, которые арестовали Господа и Спасителя нашего, не убоялись иудейских первосвященников и Синедриона, в отличие от апостолов, которые бежали в страхе, они остались вместе со Спасителем и пришли вместе с ним на Голгофу, рискуя жизнью, потому что ведь они не вдали стояли, а у креста стояли, плакали, то есть отождествляли себя со Спасителем. А это значит, что подвергали себя смертельной опасности, но никто из них не дрогнул. Только один апостол Иоанн Богослов вместе с ним стоял, с ними стоял, а все остальные в страхе разбежались. Поэтому не случайно мы называем этих женщин равноапостольными, такие как апостолы. И вот этот подвиг равнопостольного служения наших женщин много раз повторялся в истории. Вот сегодня здесь стоит такая разная очень паства. Люди и молодого возраста, и среднего, и пожилого, мужчины, женщины, дети. А в советское время в наших храмах были только одни женщины, да еще пожилого возраста. Их пугали и говорили, отнимем пенсию, если будешь входить в церковь. А они ходили. Снимем с очереди на квартиру. А они ходили. Они крестили своих детей, внуков, часто детей, внуков, партийных людей, втайне сохраняя православную веру. Эти равноапостольные мироносицы земли русской сохранили для нас православие. Поэтому сегодня мы не только Марию Магдалину вспоминаем, не только Марию Темрюковну, мы всех этих русских православных Марий и иных имен жен вспоминаем, прославляя их равноапостольный подвиг и низко кланяясь всему тому, что они совершили для спасения Руси православной. Вот и сегодня, когда сотрясаются основы семьи нравственности, именно на женщинах, на женах и на матерях лежит огромная ответственность по сохранению семьи, нравственных устоев жизни, которые соответствуют Божьему закону. И потому я сегодня с особым чувством поздравляю всех православных женщин, благодарю их старшего возраста и призываю молодых наших женщин православных продолжать великие традиции равноапостольного мироношения, через которые в верах Христова верю никогда не покинет сердца наших людей. позвольте мне еще раз сердечно поблагодарить вас, Юрий Александрович, Владыку Феофилакта, духовенство Кабардино-Болгарии за труды, которые вы несете. Кабардино-Болгарии